Всем привет! Мы приехали в гости к нашей оренбургской рукодельнице, мастерице, мастер золотые руки, Ольга. Очень приятно всем. Сейчас она покажет, какие она делает шедевры. Она швея, вышивальщица, вязальщица. В общем, на все руки от скуки. И смотрите, что интересного есть у Ольги. Ну, это наша семейная такая реликвия. Это одеяло в стиле пэтчверк. В этом году ему 90 лет. Оно в очень хорошем состоянии. Вот это шилось для моей мамы в каком-то монастыре, то ли Самарской, то ли Саратовской губернии, точно не могу сказать. Сатин, да? Да, сатин внутри, натуральный наполнитель, типа, наверное, верблюжки, что-то такое. Это очень тонкая работа. Сейчас это все на машинке можно сделать. Нет, это все ручная вышивка. Это ручная стежка. Да, это здесь все ручная стежка. Тигурная стежка. Это вот с этим одеялом на телевидении это было, да? Да, да. В какой программе? Маевка. Маевка. Маевка от 5 сентября. Мы тоже были с клубом Степные Василисы, принимали участие в этой передаче «Маевка» с вышивкой. Мне очень понравилось вообще участвовать на телевидении. И я бы хотела повторить это еще, возможно, не раз. Так, Оля, вступай ко мне в клуб, ассорти клуб «Мастериц». Про нас будут потом писать статьи в газете. Я познакомилась с журналистом «Вечерний Оренбург», и она будет писать о нас статье о рукодельницах. Считай, что я уже в твоем клубе. Первая статья была про Степных Василис, сейчас рукодельный блогер будет обо мне статья. И я хочу, чтобы о всех наших рукодельницах печатали статьи в газете. Вот, поэтому я решила объединить наших оренбургских рукодельниц-мастериц в один клуб. Вот, девчонки, контакты будут мои под видео, кому интересно, вступайте. Так, и такой приятный бонус для всех, кто вступит в мой клуб «Ассорти», будет рекламный ролик на моем канале. Это хорошее дело, спасибо. Приглашайте в гости, будем смотреть ваши работы. Очень хорошо. Девочки, и смотрите, новое увлечение Ольгина – это вышивка бисером на швейной машинке. Я первый раз такое увидела, что можно вот так вот бисеринки собирать на нитку и пришивать их. Посмотрите, какая интересная техника. То есть сначала нашиваются вот эти кусочки ткани, как аппликация, а потом вокруг обшивается бисером. Оля, ты вот на этой, да, машинке? Да, эта машинка у меня настроена только на вышивку. Я на ней никаких работ не делаю, только вышиваю. Для того, чтобы руки не скользили, как это, чтобы лучше сцепка была с тканью, это делается в перчатках. А я думала, ты сейчас какую-то новую модную машинку нам достанешь и покажешь, как она вышивает. Нет, как объяснили, новые машинки, они не выдерживают натиска вот такой вот вышивки. Русских рукодельниц. Сначала закрепляю ниточку. Потом подгоняю сюда бисер и начинаю очень медленно. Вот такими вот, типа зигзообразными стежками все это прибивать. Это же надо так аккуратно попасть, чтобы не раскалывать бисеринку. Бывает, раскалываю, бывает, раскалываю, подпарываю, возвращаюсь. Мама делает фото, а я видео. Я тоже реклама делаю. Так, что на манекену ходить? Вот так на лоджии. Мастерская у Ольги. Очень светло, очень красиво здесь. И мы сейчас посмотрим. Следующий шедевр. Это вот такое пальто. Это пальто в стиле Боржелла. Техника такая лоскутная. Наполнитель шерстин. Очень легкое и теплое пальто. Обещаю до минус 10. Но я пока еще его не испытывала на минус 10. Вот, в общем, очень удобная вещь. Легкая. Оля, а ты на заказ шьешь? Ну, если надо, я, конечно, сошлю на заказ. Для зрителей, потому что будут зрители смотреть. Может, все заинтересуются. Почему нет? Так аккуратно все сделано. Девочки, очень аккуратно все сшито. Вот такое моднючее пальто. Это ткань, батик ручной роскости. Индонезия. Это ведь нужно ткань еще найти. У нас в Оренбурге особо не найдешь. Это не в Оренбурге. Это в Инстаграме есть магазин. Ткани Маркет называется. Вот они. У них узкая специализация. Они работают вот с такими батиками. Практически можно выбрать в любой цветовой гамме. Итак, следующая модель. Это пальто. Пальто. Крашено ирландским кружевом. Это достаточно сложная техника. Но, я так думаю, желающие могут этому научиться. То есть, это вязала сама. Это не готовая полотно. Это все вязала. Все вязала. Сверху вязался спицами. А ирландское кружево это руками. Вот еще у меня на выставку возила. У меня еще осталось. Сейчас Оля своей работой повезет в Москву на выставку. Ну, не все работы, а только то, что сшито в москутной технике. Ну, как интересно вот здесь отделано. Видите, девочки, как все красиво, аккуратно. Да, это единственный в мире. Оля, а мастер-классы проводишь? Да. По скайпу? По скайпу, пожалуйста. По скайпу. Ну, я думаю, что, может быть, скоро мы будем в Оренбурге проводить мастер-классы. Если девчонки будут желающие, пусть пишут нам. Мы организуем. Пожалуйста. Я могу по вышивке, по мылу, букеты из конфет. Оля, по вязанию, по шитью. В общем, девчонки, пишите заявки. Да, очень можно много интересных вещей сделать. Также утилизировать какие-нибудь кусочки, которые остаются от шитья. Или даже какие-то, может быть, платья, которые уже не носятся. Это все можно использовать в лоскутном шитье. И раньше, в древние времена, даже для младенцев шили одеяло именно из-за кусочков одежды отца, матери и близких людей. Потому что они, ну, несли такую положительную энергетику и помогали ребенку выжить, ну, в сложных, возможно, ситуациях. Это очень интересно. Кстати, у тебя есть, да, конвертик или одеяло, по-моему, да, детское? Есть у меня одеяло, да, детское одеяло. Сейчас посмотрим. Одеяло есть, поэтому лоскутная техника – это, как это, безотходное производство. И те вещи можно сделать, которые никогда лишними в доме не будут. Спору нет. Вот такое одеяло красивое детское для новорожденного. Ну, оно не совсем-то для новорожденного. Хватит для ребенка до трех лет. Ну, да, оно большенькое. Ну, обычно из роддома, когда выписываются дети, да, обычно такие одеялки покупают. Да, из роддома и до трех лет, да, недостаточно будет такое одеяло. Здесь модные пешминки, очень приятные. И бантик, пожалуйста, для запаковки ребенка. Ой, вот это классно, да. А девочки, вот кому нужны подарки для новорожденных, да? Вот когда идут встречать из роддома подарки же, да? Это натуральный хлопок, это поплин, это очень легкая ткань, наполнитель экологический, гипоаллергенный, это холофайбер. Девочки, смотрите, рюшечки, оборочки, какая прелесть. Это двойная, да, рюша? Я смотрю уже, как подшито, а здесь двойная идет рюша, чтобы... Ну да, да, тут вот, все это очень приятно к телу. Вот это прям ткань вообще обалденная, такая приятная. Это плюш и минки, да, это очень приятно. Отсюга на все, в общем-то, вот, пожалуйста. На мальчика, на девочку, пожалуйста. Вот такая еще курточка интересная. Так, это какой стиль? Пэтчворк, наверное, да? Это тоже, это пэтчворк, куртка в стиле пэтчворк. Наполнитель хлопок. Ткань основная тоже, батик индонезийский. Навесные петельки. Очень удобно, практично, легко и красиво. Пуговочки деревянные. Красиво, а здесь как будто прошито. Прошито. Пуговка. И пуговки эксклюзивные. Ну, это такая, как эта техника, которая мне нравится. Нет ограничений. Такие правила, что нет никаких правил. Делай, что хочешь. Искусство без границ. Да, это сатин. Да, модная расцветка. Курцы. Да, в 90-е огурцы были модны, сейчас опять в моде. Огурцы сейчас снова в моде. Мам, помнишь, ты мне шила в училище похожая была, да, курточка тоже? Да, да. Конечно, помню. Теперь хотим вам показать сумки. Посмотрите, какие сумки. Так, рассказывай, Оль, подробно. Это материал эко-кожа. Не пострадало ни одно животное, грубо говоря. Вот, это свободноходовая стежка металлизированными нитками. Ну, про эту технику я вообще могу рассказывать вечно. Потому что это очень красивая, очень сложная техника. Девочки, здесь несколько отделов. Да, это для планшета специальное место. Вот, сумочка над замочками. Кто захочет купить, ссылку на Оле на инстаграм я оставлю. То есть, это сначала все краишь, потом это все вышивает. Я сначала стягаю, потом краю, потом соединяю, потом соединяю с подкладкой. И пришивается молния. Вот такая техника. Это в национальном стиле. Сумочка отшивалась специально для выставки на Володарского. Вот. Вот она немножко попроще. Но принцип тот же самый. Выставочный узорик вставляет? Да. Это называется балаху. Ну, тут, естественно, пубочек не хватает, к сожалению, пока. Это готовишься к выставке, да? Да. Это экспонаты для выставки. Спинкой, пожалуйста. Это очень удобная вещь. Очень удобная. All size. Девочки, все. Одежда, обувь. До обуви мы еще дойдем. Посмотрите, какая вязаная обувь эксклюзивная. Девочки, и теперь обувь. Посмотрите, какую обувь вяжет Ольга. Это и летняя обувь, и осенняя, и зимняя. Я была очень удивлена, когда в инстаграм увидела, как ты по снегу ходишь вот в этой вязаной обуви. Честно говоря, я думала, она промокает. Нет, она не промокает. Она обработана специальной грязью и водоотталкивающей пропиткой. Я вот один раз обрызгала, и я тестировала 6 градусов мороза. Потом у меня было видео 12 градусов мороза. И практически получились валенки. Я очень рада, что у меня есть такие сапоги. Они очень удобные. Они не скользкие. И они очень теплые. Девочки, действительно удобные. И мы с мамой обувь всю перемерили. Обуви очень много. Сейчас Оля будет нам показывать по очереди. Да, это вообще сейчас как-то актуальна такая обувь. Она легкая. И утепленная там стелька у меня на овечьей такой стелечке. Очень теплые сапоги, пожалуйста. Если кто-то хочет, могу научить вязать такие сапоги. То есть мастер-класс по таким сапогам? Да, пожалуйста. На мой взгляд, это так сложно. Мало того, связать. Это же надо вот так все пришить. Подошву заказываешь отдельно. Да, подошву я заказываю. И вот это все сама пришиваешь? Да, пришивается сапожным профессиональным швом. Как-то привычнее, что мужчины у нас обувщики. Но это ты все сама? Да. Но это же очень тяжело вот это все пришивать. Это когда хочется, тогда легко. Вот такие сапожки побывали в Нижнем Новгороде на фестивале. Это высокие. Да, это высокие сапоги. Но это немножко не мой размер. Но это было тоже связано специально для этого фестиваля. Но в Оренбурге я у кого-то многие видела. Были, да, в Оренбурге? Продавали в Оренбурге? В Оренбурге, да? Да, я вязала на заказ. Но так не продавала, а на заказ вязала, да. Они идут, девочки, размер в размер. Мы вот с мамой мерили. То есть, ну, как если носите 37, то на 37 заказывают. Ну, это такие стельки. Потому что подбирается размер стельки, размер подошвы под индивидуальный ваш размер. Это достаточно, как это, нелегкое занятие. Но желающие научиться смогут это сделать. Очень красивые сапоги, они очень легкие. Это тоже облегченные подошвы летние. И украшенные ирландским кружевом. Это тоже такие эксклюзивные сапожки. Я познакомилась с Олей на мероприятии. У нас в Оренбурге был день вязания на публике. И меня как раз привлекла обувь. На столе стояла обувь. И не смогла пройти мимо. Вот. И познакомилась с Олей. У меня есть видео на канале Вышивка Плюс. Вот это ирландское кружево, да? Это вяжется крючком? Да. Да? Крючком. Да, это очень тонким крючком вяжется. Потом обвязывается. Потом это сшивается. Ну, в определенном там порядке. Отдельный деталь. В каком-то хочешь, да. Это, в общем-то, такая фантазийная работа. Можно сделать все, что ты сам хочешь. Беспроигрышный вариант. Делаешь любой дизайн. Тот, что хочешь. Не только на сапогах можно использовать. Это можно использовать для декора платья, кофточки, пальто. Всего чего угодно. Так, это осенние у нас идут. Это называется слепоны. Это из какой пряжи связаны? Это пряжа джинс и стрейч. Стрейч для того, чтобы они были по ноге. И чтобы пряжа не растягивалась, а всегда приобретала, как это, комфортную для вас форму. Девочки, они на ощупь плотные такие, но не жесткие, не колючие. Допустим, вот я не ношу шерсть, не люблю, когда колют. Тем более, когда еще нога вспотеет. Да, это здесь исключено. Это мои тоже башмаки. Я их очень люблю. Они очень легкие и удобные. Следующая модель. Весна-лето 2020. У нас сегодня демонстрация модели. Более зелень. Это легкие, ну, как можно сказать, макосины. Очень легкие, удобные. Вот как это, на все случаи жизни. Летом. Либо можно использовать как вторую обувь. И украшены красивыми пуговками радуга, да, такие? Здоровские, интересные пуговки. Нет, это хлопок и джинс. Ой, хлопок и стрейч. Да. Они прям совсем тоненькие. Вот такие совсем прям тоненькие. Угу. Летние обувь в разном, да, цвете? Вот там были зеленые, и теперь такой цвет беш, да? Да, универсальный такой цвет. Это тоже джинсы стрейч. Это большой размер, это, наверное, мужские, да? Да, это мужские. Это очень хорошая подошва, такая легкая резина. А вообще заказать можно в разном цвете, да? Да, конечно. Она же разного цвета, так пряжа бывает. Разного цвета, разного размера, мужские, женские, детские. Угу. Вот такая интересная прям отделка. Как все аккуратно. Оля, ну, ты мастер золотые руки. Как в советское время маме давали, вымпел мастер золотые руки. Надо тебе тоже нарисовать сюда на стену вымпел. Спасибо, Инаса, за такие оценки моей работы. И Путина. Не знаю. Просто я считаю, если делать, то хорошо, либо не делать совсем. Молодец. Поэтому все работы достойные. А расскажи немножко о себе. Где ты училась, кто-то по образованию, и как ты пришла к рукоделию? Ну, вообще, я родилась и выросла в Узбекистане. И у меня была бабушка, татарка. Она очень хорошо вязала. И мне было 5 лет, когда она мне дала в руки крючок. И сказала, на, вместо того, чтобы бегать, повяжи. И вот потихоньку-потихоньку осваивая эту технику, я потихонечку пришла к тому, что я уже, когда мне было лет 15-16, я уже носила вещи, которые связала сама. Потом я уехала в Ленинград. Я там выучилась. В радиотехническом поучилась. А потом вышла замуж. В результате я имею 8 дипломов. Умею много чего. Неожиданный поворот. Я думала, ты пошла в швейное училище. Не получилось. Нет, не получилось. В радиотехническом. Да. И вот волею такой судьбы, что поботала по гарнизонам, я оказалась в городе Балаково-Саратовской области. Там познакомилась с женщиной, тоже со своей землячкой из Узбекистана. И она меня за шкирку вытащила из магазина и позвала с собой рукодельничать. И вот тогда у нас с ней получились очень красивые и хорошие проекты. И ирландское кружево, и шитье, и всевозможное вязание. И я очень благодарна этому человеку, который вытащила меня из торговли. А сейчас я уже 3 года живу в Оренбурге. И, в общем-то, все, что у меня сейчас в жизни происходит, я очень благодарна той ситуации, что я и на выставках участвую, мастер-классы даю, делаю такие вещи, которые, в общем-то, сделать не каждый. А работа тоже связана с рукоделием сейчас? Ну да, я немножко подрабатываю в ателье, помогаю девочке. Ну, по возможности обучаю то, чем ему хочется научиться. Потому что как-то сидеть неинтересно, а рассказывать про то, что ты умеешь и что знаешь, это очень важно. Пожалуйста, обращайтесь. Ну вот, это весна-осень. Угу, сапожки осенние. Да, очень удобные, очень легкие. А здесь другая пряжа, я смотрю. Да, это теплая, это утепленная пряжа. Это шерсть с акрилом и тот же самый стрейч. Угу. Так что все это можно освоить. Да. Ну что, там супруг твой зовет нас чаевничать. Пойдемте пить чай. Помощник. Это мальчик-девочка? Девочки, у нас обе девочки. О, две девочки. Таби. Рассвет называется Таби. Помогает. Весла ухая. Моя красота. Любишь ниточки мотать? Любишь? Нет. Не любят? Я ничего не выставляю, чтобы они у меня добирались. Мои, кстати, тоже не трогают. Девочка, да? Мальчик-мальчик. Обе девочки. Обе девочки. Реализованы? Девочки, а это вышивка. Это старинная вышивка. Оль, расскажи, откуда она у тебя? Это моя мама вышивала. Она вышивала без конвы, по льняной ткани, считай, ниточки. Но здесь такая достаточно крупная вышивка, да? Я сейчас без очков не могу определить. Мелкая? Нет. 14-ая где-то примерно, да? Да, нет. 14-ая канва. Оля, ты сама вышиваешь? Да. Крестиком, бисером тоже вышиваешь? Интересно, это вышивала она по схеме, как раньше покупали? Да, по схеме была большая схема. Покупали схему? Да, да. Лен. Была большая такая схема, да. Девочки, смотрите, это равномерка лен. Да. Это даже не на конве вышивала. Нет, она на конве быть выживала. Нет, без конвы. Без конвы. Я пока не вышиваю. Видишь? А то раньше вышивали канву, потом ниточки выдергивали. Нет, нет. Если у меня такая канва, это я так вышиваю, она так не вышивала. Девочки, вот раньше канву купить практически было невозможно. Но лен был везде. А для нас сейчас наоборот считается вышивка на льне это более интересное, чем на конве. А вот в советское время канву достать было сложно. А вот этот лен, он более был доступен. Но на нем вышивать сложнее, чем на конве. Конечно, потому что нитки-то сами неравномерны. Конва, она равномерная, а лен-то она, ниточка, где больше, где меньше. Ниточки похожи, как на РПНК Кирова. А тут разные, потому что в то время цветов был не подобрать, и здесь где-то даже есть какие-то катушечные нитки подбирались, чтобы попасть в тон лица или там где-то что-то, припоминаю, что были какие-то проблемы с подбором ниток именно по цветам. Да, интересно. Намного, конечно, сложнее, чем мы сейчас вышиваем. Сейчас нам столько доступно материалов разны. Чтобы молодежь поняли по годам. Ну, это, наверное, лет 10 назад. Нет, уже 10 лет ее нет, 15. 15-16. Да, 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 да. Это вот еще уже 10 лет ее нет. Тут еще 8 лет, уже 12 лет. И до этого еще лет, ну да, 17-18 лет вышивки назад вышивалась. И вот, девочки, знаменитая картина. Полдень. Да, итальянский полдень. Сейчас многие девочки вышивают. Ну, естественно, сейчас мы вышиваем по схемам современным. Они более качественно разработаны. Но вот, видите, наши мамы тоже вышивали такие картины. Вообще, считаю, что вышивать, рисовать или ткать людей, это высший пилотаж. Это называлось неотбеленная бязь. Насколько я знаю. Ой, а как вообще на этом можно вышивать? Тут не видно, но она же клести. Ее еще неровная нитка у нее еще. Сама у тебя снова нитки. Она неровная. Это неотбеленная бязь. Я вам скажу, как. На ней вообще невозможно вышивать, не видно переплетение. Они не хранятся в моей семье. Я говорю, она даже, притом, неровная. Она с бугородчиками идет вообще. Ну да. Вот эта ткань. Ну, а видно, и вышивка-то не совсем такая ровная. Если вот присмотреться под углом, видно прям немножко они так, это, выпуклые, выпуклые такие крестики. Ну, наверное, это зависит от толщины ткани. В 90-е годы вообще были кусые привозки? Да, в 90-е годы ничего не купили. У нас были запасы, да. У меня сейчас гляньте, что запасы есть. Ткани, по которой можно запросто вышивать. Так, раскулачиваем. Вот. А пора схомячиваем у вас называется. Да, расхомячка. Вот такие вещи хранятся в моей семье. Оль, спасибо большое за гостеприимство. Я надеюсь, зрителям тоже очень понравилось. Все Оли на контакты я оставлю под видео. Большое спасибо зрителям за просмотр. Всем желаем удачи. Пока-пока. Большое спасибо. Приезжайте еще. Большое спасибо за просмотр. Продолжение следует...